Узнать свой рост, вес, артериальное давление, предупредить развитие многих заболеваний, кузнечане могли во время дополнительной диспансеризации, итоги которой уже подвели медики. На август месяц по нашей больнице 50 человек. Мы в настоящее время осмотрели уже 100 человек. То есть мы перевыполнили план по дополнительной диспансеризации за август месяц и по итогам 8 месяцев. Значит, из тех лиц, которые мы осмотрели, практически здоровыми являются только 39% жителей города Кузнецка. За 7 месяцев текущего года в ходе дополнительной диспансеризации на базе третьей поликлиники обследовал 700 человек, а это 50% от годового плана. Среди кузнечан, прошедших плановый осмотр, 28% имеют риск обострения ряда заболеваний. Нуждаются в лечении 32% пациентов. Подлежат госпитализации почти 1% от общего числа жителей нашего города. Все лица, которые нуждались в амбулаторном лечении, им назначено амбулаторное лечение. Те, которые нуждались в лечении в стационаре, пролечены в стационаре. По данным дополнительной диспансеризации, первое место среди болезней занимают заболевания органов системы кровообращения. На втором – заболевания глаза. На третьей строке – заболевания мочеполовой системы. Дополнительная диспансеризация направлена на выявление заболеваний среди обычного работающего населения. Проводится она по постановлению правительства Российской Федерации. В частности, в этом году по постановлению 1228 от 31 декабря. И приказы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Если ранее работодатели неохотно шли на то, чтобы их подчиненные проходили эту процедуру, то теперь при любой возможности руководители как муниципальных, так и частных организаций стараются направить свой коллектив на плановое обследование, поскольку здоровье работников – в залог успешного экономического развития предприятия.